Иисус пришёл, чтобы явить нам милость, чтобы нас простить. Осознавали мы этого до конца, не осознавали, но Господь точно это осознавал. Он сказал, что все люди согрешили, все лишены Божьей славы, Божьего присутствия. И цель Господа была, чтобы вернуть Божью славу, вернуть Божье присутствие в нашу жизнь, Божье благословение. И Он принёс, когда Его спросили, научи нас молиться, Он начал нас учить молиться. Одно из важных Он сказал, прости нам грехи наши. И Иоанн говорит, кто говорит, что он не согрешил, он лжёт, он не поступает поистине. То есть есть люди, которые не считают себя виновными ни в миру, есть люди, и также есть верующие, которые каким-то образом ослеплены и не признают своих ошибок, своего поведения. И своё поведение, свою грубость, своё проявление характера, это считают справедливостью. Но если мы смотрим на Библию, то Библия говорит об этом иначе. Справедливость — это совершенно не то, что мы возмущаемся, что мы и думаем о ком-то плохо, что мы даём оценку человеку. Божья справедливость — она другая. Это значит, если Господь простил меня, то я должен простить. Это закон Божьей справедливости. Если Господь меня благословил, я должен благословлять. И вот сегодня, когда мы говорим о Вещере Господней, то вот эта милость Божия, её проявил Господь. И проявил её всем тем, которые даже Его не просили об этом. И вот говоря об Иисусе Христе, вы знаете, Он пережил очень много. Если говорить кратко, короткими предложениями, Иисус, во-первых, пережил предательство. Что такое предательство? Предательство — это не то, когда о тебе говорят, а о тебе говорят искажённые вещи. И говорят с целью, чтобы сделать тебе вред. Тот, кто говорит о ком-то плохо, тот, кто делает что-то плохое, он никогда не будет истинным. Никогда. Потому что это не по Писанию. А когда мы говорим с милостью от человека, то есть мы говорим, да, вот эти люди грешат, да, вот эти люди, они пьянствуют, но Бог их любит и Бог их хочет спасти. Вот это будет истина. Скажите аминь. Истина, она имеет в себе любовь, она имеет в себе милость, она имеет в себе божественный характер. Но ложь, она заключается в том, чтобы взять какие-то отрицательные факты, либо придуманные факты, либо преувеличенные факты, искажённые факты, с одной целью, чтобы бросить человека вниз, толкнуть его и принести ему урон. Это работа сатаны. И вот, но я говорю это, ну, просто говорю, как бы продолжая тему, что говорит брат. Но смотрите, что мы говорим о милости Божией к нам. Он говорит, простите так. Прости нам долги, как я прощаю. То есть в такой же самой мере. И вот я хочу сказать, прощение и милость. Для чего нам нужна милость? Для чего нам нужно прощение? Иисус говорит об этом просто. Он говорит, Луки, ну, серьёзно говорит, Луки 13, 3 и 13, 5. Он говорит, если не покаетесь, вы все погибнете. Это значит, милость связана с покаянием. Чтобы нам получить милость, нам нужно покаяние. И Он говорит, если вы не покаетесь, вы также погибнете. Это значит, что милость, если мы не будем иметь милость, значит, на суде Божьем не будет милости. Значит, мы не окажемся там, где Господь. Иисус говорит в Матфея 5,7, «Блажен и милостивы, ибо они помилованы будут». Я хочу сегодня сказать о том, что является нам милость и каким образом мы ее получаем. Господь говорит, во-первых, что милость связана с нашей милостью. То есть, если мы в молитве милостивы, то Бог в молитве милостив к нам. Если мы милостивы к другим, Он милостив к нам. Милость — это снисхождение, милость — это терпение, милость — это любовь, милость — это идти навстречу человеку. И вот Господь говорит свою совершенную волю над Писанием. Когда Иисус встретился с учениками, то Он сказал им одно из совершенных, что Он ожидал от них. Что самое первое Он им сказал? «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами людей». Это говорится о том, что это совершенная воля Божья, чтобы мы спасали людей. Вот это была Его конечная воля. Но Господь принес не только, что мы должны делать, то есть спасать людей, исцелять больных и так далее, проповедовать. Это Его совершенная воля. Но Он хочет, чтобы мы делали, и Он хочет, чтобы мы были такими, как Он хочет. Скажите аминь. Для родителей всегда важно, чтобы какие есть дети. Не то, что они делают. Это важно, что дети делают. Но важно, какие они являются. И поэтому родителям есть право наблюдать за детьми, наблюдать за их мотивами, чтобы они были честными, искренними, открытыми. Чтобы были добрыми. Чтобы учились прощать друг друга и так далее. Эти качества важны. Для родителей важнее, чем то, что у детей есть. У детей могут быть таланты, но для них важна их составляющая, их характер. Так вот, Господь хочет, чтобы мы были детьми Божьими, ими являлись. Он говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И также Господь хочет, чтобы мы делали то, что Он хочет, то есть принесли много плода. И вот Господь говорит в Писаниях, в молитве, о том, чтобы мы имели, о том, кто мы являемся, и о том, чтобы Бог исполнил в нашей жизни. Молитва «Отче наш» говорит о том, кем мы являемся. «Отче наш», то есть мы дети Божьи, сущие на небесах. «Досветится имя Твое». В этой молитве рассказывается, чтобы наше желание прославить Бога, сделать Его имя известным. И при любых ситуациях, при любых возможностях, разными способами. Знаете, я вчера ехал на маршрутке из Усть-Нарвы, и я видел, что нет возможности здесь поговорить. Я сидел на отдельном сидении. Ну, я взял, просто оставил Евангелие на одном сидении, на первом ряду, с целью, что когда будут люди уходить, или водитель будет уходить, он увидит его. Я сидел на отдельном сидении, а потом есть другие сидения. И, ну, любым способом сделать имя Господа известным, оставить его там, я посмотрел, в беседке можно оставить Евангелие еще где-то, как-то рассказать людям о Боге. Это просто примеры, говорю, слава всем Богу. Но Господь говорит, чтобы имя Его святилось, то есть славилось, было Его известным. Пусть Его царство придет, и пусть Его воля исполнится. И Он говорит, молитесь, чтобы дал вам хлеб на каждый день, и молитесь, чтобы Он вас простил. И вот это слова «простил», они не просто так, что мы помолились и все. Оказывается, Бог ожидает от нас взаимного прощения. И вот это должно быть у нас такое состояние, состояние, как у Иисуса. Иисус, вися на кресте, Он молился, «Отче, прости им, ибо они не знают». Евангелие от Луки. Он говорил, «Прости им, ибо они не знают». То есть Иисус Христос, Он не только хотел нас прости, не только хотел, чтобы мы попросили у Него прощения, но чтобы мы прощали. Так же и Он. Он не только страдал за учеников своих, за нас. Он просил прощения за тех, которые Его распинали. То есть Он выполнил этот закон любви. Он готов был помиловать их. Давайте посмотрим несколько примеров. Когда Иисус был в Гессиманском саду, и один из слуг, Он бросился навстречу, Евтих, Его, кажется, звали, Петр отсек ему ухо. Казалось бы, Петр поступил справедливо, он защищал своего Учителя. Но на самом деле Иисус, Он явил милость человеку, который даже Его не просил об этом. Он коснулся уха и исцелил его. Это что? Это прощение. Петр отсек ухо, а Иисус исцелил его. Это говорит о прощении. Смотрите, теперь Иисус шел, неся свой крест, Он шел. И женщины плакали о нем. Он их утешал. Он говорит, вы о себе плачьте, потому что наступит такое время, когда будут говорить блажены те, у кого нет детей, потому что будут говорить горы, пусть падут на нас. Это будет трудное время. Говорит, вы плачьте о себе, молитесь за себя, за своих детей. То есть Иисус, Он проявлял им милость, как бы благословлял их. Теперь, когда висел на кресте, то Господь молился за них. Теперь, когда Петр отрекся от него, что не знает его, Иисус простил его. Когда Иуда предал его предательству, предательство — это очень плохо. Вы знаете, предатель Иуда, об этом Иисус сказал, и он немножко негодовал. Он вознегодовал, то есть он проявил негодование, и он сказал, «Истинно говорю вам, один из вас предаст меня». Я повторяю, предать — это не значит, что сказать хорошее, или даже сказать правду, но иметь такой подтекст, чтобы причинить человеку вред. Поэтому предательство — это вероломство, это такое плохое качество. И вот Иуда пришел, и он сказал, «Что вы мне дадите, если я вам предам его?» А Иисус все это знал, и Он говорит, «Вот я вам говорю заранее, что когда исполнится, чтобы вы поверили». В Евангелии Иоанна говорится в 14 главе, в 13 главе, Иисус говорит, «Вот я вам говорю заранее, когда это исполнится, чтобы вы поверили». Вот почему откровения Духа Святого, они часто бывают заранее, что когда исполнится, у нас тогда вера в сердце есть. И что это Господь. Есть много разных таких истин, которых можно рассказывать. И интересные примеры, я сейчас воздержусь, чтобы не взять время, но очень интересные свидетельства. Я считаю, что на домашних группах, в общении с друзьями, очень надо рассказывать друг другу свидетельства. Вот так вот было открыто и вот так произошло. Вот это было сказано и это было сделано. Вот интересно. Но много-много интересных вещей, которые происходят. И это рождает в нас веру. И Иисус говорил о своих страданиях заранее. И Он говорил заранее, что Его кто-то предаст. Но Он не хотел Его открыть, Он не хотел Его обнаружить. Это говорит о Его милости. Что бы там ученики поступили, если бы Он публично сказал? Они бы, наверное, как Петр, может быть, взяли бы мечи или вообще выгнали бы, или вообще связали Его. Сказали, знаешь, ты никуда не пойдешь, Иуда, мы сейчас тебя свяжем, ты хочешь Его предать, ты будешь здесь сидеть. Ну, все что угодно. Разные идеи могут быть. Но Иисус, Он позволил ему этому быть. Он только сказал по секрету Иоанну, что вот кто опускает руку в блюдо, тот меня предаст. И отношение Христа было очень правильным, прощающим. Он говорил Иуде, друг, для чего ты пришел? Целованием ли предаешь Сына Человеческого? Смотрите, какое отношение. Это говорит о чем? О прощающем сердце Иисуса. И также на Петра. Он только посмотрел, взглянул на Петра, и Петр заплакал. То есть, сердце Христа, это сердце полного прощения. И о прощении нужно иногда говорить в церкви, потому что время от времени сатана поднимает какие-то волны в некоторых людей. Недовольство, ропот. Вы знаете, что недовольство и ропот это грех? Если мы чем-то недовольны, мы уже грешим, а мы об этом не думаем. Ропот, это же грех. А некоторые годами носят это в себе, годами имеют что-то на кого-то и грешат. А как же получить прощение? Как же взять вечерю, Господь? Некоторые сеют недовольство, сеют ропот, а ведь это же грех делается. Как брат говорит, брошали камни, это же великий грех. Смотря на Иисуса, мы видим другую картину. Он всех прощал. Он всех благословлял. А некоторые считают, что они борцы за справедливость, заблуждаются. Вы получаете искаженные факты, преувеличенные истории, домыслы. И это сатанинская работа. Если ты знаешь, что твой брат согрешает, если ты точно знаешь, ты свидетеля, ты точно знаешь, Библия говорит, пусть молятся. Молись тогда. И поэтому церковь это не место сплетен, это не место слухов, это не место негодования, это место очищения от негодования. И вот когда мы идем к Голговскому кресту, Иисус висел на кресте, и Он только любил, только прощал. Вот это сердце Господа. И как мы получим прощение? Ведь многие вообще не думают об этом. Они думают, что они правы и все. Я права, я прав. А ведь на самом деле мы не должны быть такими. Написано так в Писаниях, прости, как мы прощаем. Марка сказана 11, 25. Когда стоите на молитве, прощайте, тогда Небесный Отец простит вам. Все, здесь нет прощения, никакого прощения нет, никакой милости, если мы не прощаем. Это Божий закон. И это так серьезно. Поэтому Иаков говорит, 2, 2 глава, 13 стих, суд без милости, не оказавшему милости. Человек не оказал милости, для него будет суд без милости. Вот отсюда милость превозносится за судом. Прощение – это прощение. Знаете, у человека откусили ухо на всю жизнь. Не знаю, пришили ему, не пришили, что там. Он простил человека. И сказано, суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится за судом. И в Матфеи есть сильная история. Матфея, 18 глава, 33 стих по 35. Ну, там можно раньше прочитать. Матфея, 18 глава. Там говорится о том, как господин простил большой долг. И допустим, что Бог простил нам все грехи, каждому из нас, когда мы покаялись. Но человек, которому простил такой долг, он встретил своего товарища, который был должен маленькую сумму. 100 динариев всего. А ему простили 10 тысяч талантов. Это, не знаю, это может быть какой-то оборот годовой до государства целого. И он стал его душить и требовать. И он сказал, отдай мне, что ты должен. Он говорит, потерпи, я все тебе отдам. Но он говорит, нет. И он бросил его в тюрьму. И тогда господин узнал, товарищи рассказали, как он поступил. И он очень огорчился. Он сказал, злой раб, я все тебе простил. Не надлежало ли тебя простить товарища своего, как я простил тебя. То есть, когда Бог прощает нас, Он ожидает нас того же. Нет другого. Нет другого пути. И поэтому, как мы получаем милость Иисуса? Только оказывая милость и прощение. Только так. Никак иначе. Второе, как мы получаем милость? Я сказал, покаяние. То есть, раскаившись, мы получаем милость. Третье, смирение в молитве. Смирение – это полностью подчинение. Поэтому в молитве Луки 17 главе говорится о том, как два человека молились. И один из них пошел более оправданный. Пошел или первый оправданный, мы не знаем. Может быть, пошел. Но менее оправданный. Оказывается, Бог может кого-то больше оправдать, а кого-то меньше. Но там говорится о том, как два человека они молились. И один из них говорил о себе высоко. Я не такой, как они. Я лучше. Я плачу десятины. Я делаю то, я делаю то. И я не делаю вот это. Я не прелюбодей. Я там не вор. Я не разбойник. Но другой человек, он не смел поднять лица. То есть, у него было смирение. Он хотел получить милость. Знаете, если человек в городе на суде будет говорить, знаете, да я такое не сделал, я же не наркоман, я никого не убил, да я всего лишь там вот это сделал, он не получит оправдание. А если человек осуждает себя, смиряется, то он получает милость. И поэтому вот эта история показывает нам, как мы получаем милость. Это обязательно унизить себя. И написано, кто унижает себя, тот возвысится. А кто возвышает себя, тот унижен будет. Поэтому один из принципов обязательных это унижение себя, смирение. Некоторые твердо стоят на своих жизненных позициях. На каких позициях? Критики, недовольство церковью, недовольство проповедникам, недовольство финансами, недовольство имуществом, недовольство жильем, недовольство автомобилем, недовольство всем. И это страшное греховное состояние. То есть ты имеешь на сердце что-то в сердце, а как же ты будешь прощен? И я уверен, что спасения там не будет, пока не будет покаяния. Представляете? Нам нужно довольно быть правительством, нам нужно... Конечно, мы против греховных законов, но нам нужно за все благодарить. Мы живем в богатой стране. Да, в богатой стране, потому что у нас есть продукты, у нас есть жилье, у нас есть жизнь. Есть люди, которые совершенно иначе живут. Совершенно. Когда в России пенсия 10 тысяч рублей, 11 тысяч рублей, вот это по-нашему сколько? 140 евро. Как прожить? И люди живут благодаря Богу и жертвуют на церковь. И вот говоря о прощении, это просто условие, никого нельзя заставить покаяться, но это путь, который мы выбираем. Благодарим Бога за все. Кто не благодарен Богу, он везде ставит запятую, но, ставит но. На самом же деле мы должны быть очень-очень благодарны Богу. Всего лишь за 20 каких-то лет тут Эстонии, 20 с небольшим лет мы пережили. Какие благословения? Милости Божьи, не оставлены Богом, слава Богу. И вот, и так, приходя к милости Божьей, без чего мы не можем спастись? Без покаяния, без прощения милости в своем сердце, теперь без смирения, как было у этого человека, и без пролития крови. Без пролития крови не бывает прощения. Это значит, жертва Иисуса Христа, без нее невозможно спастись. Евреям послание, говорится нам, 9 глава, кажется, 22 стих, без пролития крови нет прощения. Поэтому Христос пошел на этот шаг, чтобы пролить кровь. Кровь, она все очищает. И написано, почти все по закону очищалось кровью, почти все по закону Ветхого Завета. И человек мог быть очищенным только при действии крови. Поэтому нам нельзя быть без Иисуса, нельзя быть без милости, нельзя быть без покаяния, без прощения и без крови Христа. Только кровь Христа может омыть. Нас есть песня, что «Кто вину мне может смыть?» О, ничто, есть лишь кровь Иисуса. Грех очистить, убелить – ничто, лишь кровь Иисуса. И поэтому Христос, Он должен был пройти весь путь, в том числе, Он должен был простить всех, кто Его обижали. Простить всех, кто Его распинали. Он знал, что это невозможно было изменить, но Он будет страдать. И когда Иисуса Христа били и требовали ответа, Он сказал, «Если я буду говорить, вы не поверите мне. Если я начну спрашивать, вы не будете отвечать, и вы не отпустите Меня». У Иисуса было точное знание, что Ему нужно было это пройти. Он не пытался оправдаться, Он не пытался ничего им говорить в ответ. Некоторые из нас хотят что-то говорить в ответ. Некоторые мне говорят, «Вот ты вот так скажи», или «Ты скажи». Я говорю, «Этого не нужно делать. Это не поможет». Есть ситуации, которые не помогут уже слова. Ты не можешь, ты можешь, можно разрезать свою грудную клетку, показать сердце, но там люди ничего не увидят. Это где-то глубже. Внутри. То, что ты знаешь, то, что ты понимаешь, то, что ты веришь, то, что ты любишь, оно внутри. И это видит Бог. И доказать это бесполезно. Здесь должна быть вера. И вот Иисус простил предательство, Иисус простил отречение, некоторые люди даже не видят предательства, они не понимают, они живут в этом. Они не понимают, что они на стороне тех, кто предает, кто неверен, кто против церкви, кто против пастора. Но люди этого не понимают. Предательство, оно также ослепляет людей. И это такое плохое качество. Я не знаю, как Иуда туда пришел, но он пришел. Но написано, Сатана вложил в сердце Иуды. Сатана вложил. Мысль предать. Написано, Иисус взял и умыл ноги. Он просто умыл все ноги, хотя Иуда уже задумал предать. Поэтому, служа Богу в церкви, это место прощения. И находясь в служении здесь, вот с вами много лет, Бог учит нас всегда прощению, прощать друг друга и любить. И могу свидетельствовать, что я ни на кого ничего не имею. Но тем не менее, я должен всегда проверять себя, любить людей, такие, как они есть. Помогать им, служить им. И вот эта цель, эта милость, она вызывает милость Бога. Тогда Бог тебя благоставляет, Бог помогает. И без этого прощения не будет. Но вот здесь написано в Писаниях, прощение зависит от молитвы покаяния, от смирения, от нашей милости к другим людям и еще от чего-то, от любви к Богу. Коротко скажу, этот пример, женщина, когда она пришла к Иисусу и плакала у Его ног, она была грешницей. Она была очень сильной грешницей. И об этом все знали. Но она стала плакать, она стала вытирать слезы волосами, и она очень любила Господа. И она стала целовать Его ноги. И хотя ее осуждали другие, то Господь сказал нечто, что женщина, так как ты возлюбила много, то прощаются тебе грехи многие. Смотрите, мы можем думать, что мы не можем любить людей, и Бог нас простит. Нет, Он нас не простит. Мы можем думать, что мы не должны любить и относиться к людям, как они этого нам, кажется, заслуживают. Но это не так. И вот Господь говорит, кто прощает много, кто много любит, тому много прощено. И вот эта милость Божия всегда тем, кто проявляет милость и прощает. И много примеров есть жизненных таких, мы это должны понимать. И вот сейчас перед Господом мы находимся перед милостивым Богом, который висел на кресте и всех прощал. Согласны ли мы простить, как Он? Согласны ли мы принять Его чашу? Это чаша прощения. Это чаша милости. Согласны ли мы взять Его природу, взять кусочек хлеба, это значит быть такими, как Он. Согласны ли мы жить в мире, не роптать, не быть недовольными? Если да, то мы можем взять эту чашу. Если ты хочешь дальше обижаться на мужа, на жену, на людей, на соседей, то это будет бесполезным. Если ты дальше будешь недовольным или роптать, то это бесполезно. Какая милость может быть не оказавшему милость? И поэтому нас Господь ставит сегодня радикально перед вопросом, что молиться так, Отче, прости меня, как я прощаю. Я бы хотел попросить вас, я не могу вас заставить, но я бы хотел попросить вас помолиться этой молитвой. Вот сейчас во время собрания помолиться искренне Ты и Господь и сказать это сознательно, Господь, прости меня сейчас вот только точно так, как я прощаю сейчас вот того человека, тех людей. Тогда эта молитва будет честной. Тогда эта молитва будет справедливой. И мы поём песню «Я хочу быть таким, как ты, Иисус. Я хочу прощать всех, как ты, Иисус. Я хочу всех любить, как ты, Иисус. Это честная молитва. И от этого и зависит наше благословение. Поэтому я хочу превознести Иисуса. Хочу также поставить пример апостола Павла и Стефана. Стефан, он умирал, говорил, Отец, прости им, не умени им греха. Это искреннее желание. Потому что они понимали, что впереди вечность, впереди погибель. И они никому этого не желали. И вот когда умирал этот пастор там в Чечне, его схватили боевики. Вот Серёжа Козлов нам рассказывал. Пастор из Москвы. Их приготовили к казни, потому что пришли федеральные войска. И эта группа, эта чеченская группа, отряд боевиков, они должны были уходить. А у них были русские пленные солдаты. они работали, носили боеприпасы, там, как рабы работали. И они сказали, что надо убирать свидетелей. И вот эти солдаты, они бросились в колени и умоляли, и говорили, мы будем вашими рабами, не убивайте нас. мы ничего вам не сделаем. Обещали, клялись. Их не послушали. Но пастор, он сказал так, что я вас всех люблю. Я ничего на вас не имею. Я вас всех прощаю. И он говорил настолько искренне. Он говорил это от всего сердца. Он говорит, я пришёл сюда не воевать, я пришёл с миром, чтобы служить вашему народу. И он сказал, я вас всех люблю. И Бог вас очень любит. И когда его казнили, им скрывали там вены на шее, вот тогда это слово настолько коснулось два боевика. Они двое стали христианами, и оба стали пасторами. Потому что вот эта смерть, то есть его прощение, оно высвободило благодать в их жизни. Представьте, прощают тех, кто тебя убивает. А мы не можем простить какую-то давнюю обиду. Прощают тех, которые, не знаю, ухо отрезали. А мы не можем простить что-то. Какое-то слово или какое-то непонятное отношение. Это может не так, что пастор сказал или что. Нам нужно покаяние в таком случае. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok